Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Удаленка QR-коды и общепит до 11 вечера, как регион входит в новое ковидное время. Своё не дешевле в Алтайском крае. Из-за неурожая могут вырасти цены на крупы. И жители Алтайского края просят пересмотреть дело Сергея Серенко, которого осудили на 11 лет за сбыт кондитерского мака. Сегодняшний выпуск. Начнём с сообщения общероссийского значения. Сегодня президент дал поручение всем регионам страны принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Так, вакцинирующиеся должны получить два выходных дня с сохранением заработной платы. Ещё одно поручение – перевод на удалёнку сотрудников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, а также закрытие клубов и общепита на период с 23 часов до 6 утра. Регионам также рекомендовано пускать в определённые организации исключительно по документам о вакцинации или перенесённом коронавирусе. Список организаций позже будет уточнён. В России, в том числе Край, сегодня зафиксировали новый максимум. По стране за сутки выявлено почти 40 тысяч новых заболевших. По региону 420 человек. И это только официальная статистика, которая, как мы понимаем, часто бывает далека от реальности. Поэтому введение QR-кодов многим кажется оправданной мерой, хоть и жёсткой. Насколько могут пострадать предприниматели и что сейчас их волнует в связи с новыми правилами – смотрите в нашем сюжете. Рифмы из народа пошли в ход. Недоверие к вакцине и отрицание QR-кодов накануне заставило барнаульцев выйти на серию пикетов. Пока одни протестуют против вакцинации, другие за неё платят. Как выяснилось, сегодня врач одной из барнаульских горбольниц продавал липовые сертификаты жителям города. Полицейским известно как минимум о четырёх эпизодах получения взяток. На медработника завели четыре уголовных дела. Те же, кто хочет уколоться, легально накануне оккупировали прививочные пункты. Вот это мой QR-код. Непосредственно на моём телефоне я его выгрузил. То есть, что необходимо другим телефоном навести непосредственно и загрузить. Вот здесь сейчас будет отображение официальный портал Госуслуг непосредственно. И вот он мой QR-код, Барков Денис Эдуардович. Ну, конечно, нужно ещё проверять паспорт. Денис, управляющий известным барнаульским рестораном, говорит, введение QR-кодов было предсказуемым. И к нему в заведении были готовы. Теперь придётся готовиться и к потере гостей. Самое страшное – это ты переживаешь только за сотрудников, потому что это люди, за которых ты отвечаешь. Сфера общепита, она достаточно бедная именно по кадрам. И многие ребята, кто, если брать 20-й год, перешли из этой сферы общепита в другие направления, на удалянку и так далее. Пока неизвестно, как долго мы будем жить по новым правилам. Но, например, мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о столице, дал понять, что QR-коды в театрах и музеях вводятся надолго, чтобы постепенно люди привыкали к тому, что им придётся вакцинироваться. Этот период требует не дни, не недели, а месяцы. Предприниматели региона уже подсчитывают убытки. Кому-то и вовсе придётся закрыться. По опыту других регионов, где вводились QR-коды, выручка в кинотеатрах падала в 3-4 раза. Я думаю, что в той или иной степени, наверное, пострадает выручка снизится везде, где будут это вводиться. Пока у самих предпринимателей возникает вопрос, как это будет реализовано, и не пойдёт ли это всё, как всегда, по формализму. Как это уже было с масками. Одно дело ввести QR-коды, допустим, в ресторанах, в кинотеатрах. Другое дело, если, допустим, QR-коды будут введены в целом для торговых центров. Или будет локдаун в целом для торговых центров. То есть мне кажется, что механизма этого на сегодняшний день, если мы говорим про QR-коды для торговых центров, его нет. Тем временем, пока в регионе вакцинация идёт не самыми ударными темпами. Сертификата о вакцинации нет и у половины жителей региона. В Крае проживают более 2 миллионов человек. Из них привито только 691 тысяча. И тем и другим остаётся ждать документ от губернатора региона, который на этой неделе утвердит систему QR-кодов в Алтайском крае. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. И сегодня Минздрав Крае сообщил, что принято решение увеличить количество прививочных кабинетов в Барнауле. Так, без предварительной записи поставить прививку от ковида и гриппа в Барнауле можно будет в диагностическом центре. Вакцинацию проводят по будням с часу дня до 8 вечера. По субботам с 10 часов утра до 5 часов вечера. Ещё один пункт будет работать в горбольнице номер 4. По будням здесь принимают с 8 до 18 часов. По предварительной записи привиться бесплатно можно в любой поликлинике края. Достаточно позвонить в колл-центры медучреждений или записаться через портал госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт полис с НИЛС. Минздрав региона отмечает, при активном росте желающих вакцинироваться, прививочных кабинетов откроют больше. И к другим темам. Жители барнаульских улиц никак не могут добиться помощи от городской власти. Второй год им в буквальном смысле приходится жить посреди свалки. В редакцию с криком о помощи люди обратились в начале сентября. Тогда администрация железнодорожного района пообещала свалку устранить, нарушителей выявить. Но время идёт, а ситуация не меняется. Тему продолжит София Яценко. На этих кадрах возмущённые местные жители и главная причина их недовольства – горы строительных и бытовых отходов, посреди которых приходится жить. На этих – та же история, разве что зелёная трава сменилась на жёлтые листья. За эти полтора месяца маленький клочочек убрали на улицу огородную. Там произошёл обвал, они туда увозили. И вон там маленечко дорогу расчистили. Всё. Больше ничего абсолютно не сделалось. Администрация железнодорожного района Барнаула заверяла – ситуацию исправим. Организованы работы по установлению лиц, ответственных за складирование строительного мусора на данной территории. А именно, направлено письмо в отдел полиции по железнодорожному району ОМВД России по городу Барнаулу с просьбой установить лиц. Кроме того, по ответу администрации свалку внесли в план по уборке и установили табличку о наложении штрафа за складирование мусора. Но этих мер явно недостаточно. Совсем скоро наступит зима, и это пугает народ не на шутку. Нас считают как третий сорт людей. Нам свалили всё вот это вот. Вот сейчас зима будет, не дай бог пожар или это самое. Расчищать никто не будет. Мы расчищаем за свой счёт. Завалит – ни скорая помощь не проедет, ни пожарная машина. Когда-нибудь то уберут это или нет. Просто уже, знаете, наболело до такой степени, что идёшь, и как будто мы живём на свалке. Мусора и хлама всё больше. Но это не единственная проблема, которую уже несколько лет никак не могут решить. Написали в администрацию, везде писали, чтобы нам трубы поменяли. Соседи говорят, трубам 41 год. С администрации пришёл ответ. Трубы в удовлетворительном состоянии. Вот как последний прорыв был, там уже вваривать некуда. Трубы просто-напросто гнилые. Если, не дай бог, труба порвётся, не будет воды здесь у всех газ. Все выкинули печки, все выкинули печки. Мы все сразу замёрзли. У людей денег нет. Здесь в основном живут все пенсионеры. Но все пенсионеры живём. Если он стоит на балансе города, почему мы должны это делать за свой счёт? Только за этот год этот участок оставался без воды дважды. Но, несмотря на это, районная администрация продолжает бездействовать. Ну а жители продолжают надеяться на помощь власти и с опаской ждать первого снега. София Ценко, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае из-за неурожая могут вырасти цены на крупы. Об этом торговые сети предупредили сельхозпроизводители. Предполагается, что больше всего в цене прибавит гречка. По последним данным, за этот год в регионе цена за килограмм гречи выросла на 23 рубля с 57 до 80 рублей. Самая заметная динамика цены на крупу произошла в конце лета, в начале осени. Так, с августа по середину октября гречка подорожала на 38%. Немного уступили ей ячмень и овёс. Среди причин подорожания не только неурожай сельхозкультур, но и рост цен на тары для хранения продукции. А вот проезд в общественном транспорте Барнаула с ноября не подорожает. Его стоимость останется прежней. В мэрии на неопределённый срок отложили решение вопроса о росте тарифов. По мнению пассажироперевозчиков, индексация тарифов, если и случится, то не раньше декабря. И то это произойдёт в том случае, если администрация Барнаула примет решение об увеличении стоимости проезда до середины ноября. В таком случае разовая плата за проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах может составить 24 рубля по проездным и 28 без них. В маршрутках цена билета увеличится до 30 рублей. Неоправданно резкие виражи, резкое ускорение или торможение – признаки того, что за рулём автомобиля находится нетрезвый водитель. Обычно пьяных за рулём, по данным автоинспекторов, становится больше ближе к выходным. В ночь на субботу на улицах Барнаула прошёл очередной рейд по выявлению нетрезвых водителей. Из 63 нарушений правил дорожного движения, 7 были совершены в эту ночь пьяными за рулём. Несколько человек отказались от медицинского свидетельствования, а между тем, по данным статистики, за 9 месяцев 2021 года нетрезвые водители совершили 249 ДТП. В них травмы различной степени тяжести получили 76 человек, 9 человек погибли. Информационное сердце школы – так сегодня педагоги называют школьные библиотеки. За последние годы там не только обновили литературу, как учебную, так и художественную, но и оснастили современными техническими средствами. В Международный день школьных библиотек наши корреспонденты пытались разобраться, популярно ли сейчас это место среди учеников. Здесь у нас открыта презентация, здесь мы что-то можем писать. Марина Унжакова с гордостью показывает недавнее приобретение 80-й гимназии и библиотеки – интерактивную доску. Она, сенсорные мониторы, также модульные столы появились здесь, когда библиотечный центр выиграл конкурс «Я считаю». Роль библиотекаря также меняется. Он становится консультантом для учащихся и педагогов в мире информационных технологий, помощником в создании информационных продуктов от обычных презентаций до интерактивных карт, игр. Уроки о библиотеке, они тоже проходят. В основном для учащихся младших классов стали интереснее. Правда, оказалось, что и сейчас школьники приходят в информационный центр не только из-за наличия современной техники. Общество развивается и появляется что-то новое, но все равно книги в бумажном переплете их не заменить. Ну, во-первых, это более удобно, это классика и более приятно читать книгу и смотреть по ней, чем в интернете. Это все равно не сравнится. Для меня приятно иногда ходить в библиотеку, брать книжки, которые мне интересны и читать их дома. Я люблю читать. Читаю детские рассказы, стихи читаю. Какой у тебя любимый писатель? Пушкин. Так что бумажная литература по-прежнему фаворит у читателей. Поток школьников в библиотечный центр меньше не становится. Конечно, без проблем не обходится, говорит Марина Унжакова. Обновление федеральных стандартов порой требует сменить одни, почти новые учебники на другие, поэтому внешне свежие книги отправляются в макулатуру. Но своей работой библиотекарь довольна. За 9 лет ни разу не было мысли уйти из гимназии. Зарплата библиотекаря, базовая часть, она, конечно, небольшая. Но если активно работать, участвовать в мероприятиях, участвовать в грантах, брать на себя дополнительную нагрузку в виде внеурочной работы, тогда есть возможность чуть-чуть ее добавить за счет стимулирующего фонда. Кстати, в школьной библиотеке 80-й гимназии есть еще одно место, а и Марина тоже занимается сама, аквариум, в котором уже 8 лет живут водоплавающие черепахи. Так что каждую перемену в библиотеку приходят дети, в том числе и на них посмотреть. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. В Алтайском крае появилось сообщество краеведов. Новое некоммерческое объединение, которое недавно официально зарегистрировалось, призвано совершенно бесплатно знакомить жителей и гостей Барнаула с историей города. В составе новой организации 15 краеведов, это известные ученые, преподаватели алтайских вузов, они намерены простым, ненаучным языком рассказывать о купеческих вехах Барнаула, горнозаводском производстве и в целом об истории нашего города. Первые лекции пройдут уже в ноябре, сейчас организаторы подбирают площадку для встреч, посетить их сможет любой желающий. Мы хотим объединить горожан, как желающих интересоваться своей историей, что-то узнавать, и профессиональных историков, потому что на сегодняшний день профессиональные историки, кому они читают лекции? Они читают студентам. А как об этом узнают горожане, если вы не собираетесь второй раз поступать в университет, а история города вам интересна? То есть это либо вы сами находите, либо вы обращаетесь к специалисту. Мы хотим их объединить, чтобы это была такая вот как общественная инициатива. Почти 100 жителей края объединились ради пересмотра уголовного дела в отношении Сергея Сиренко. Ему и еще двум подсудимым по резонансному маковому делу вынесли приговор в конце прошлой недели. Центральный районный суд Барнаула в общей сложности приговорил их к 26 годам лишения свободы. Интернет-пользователи создали петицию в поддержку Сиренко, которому дали за сбыт кондитерского мака 11 лет строгого режима, а двум его продавцам Дарьи и Юлии 10 и 5 лет соответственно. Петицию подписали уже свыше 90 человек. Сейчас родственники адвокаты готовят апелляционную жалобу, чтобы отменить решение Центрального районного суда. Активность молодежи зависит от наставников. К такому выводу пришли участники краевого конкурса профессиональных траекторий. Сегодня в Барнауле прошел финал среди специалистов, которые в хорошем смысле ведут за собой парней и девушек. Все вместе они в течение нескольких недель искали пути решения задач, которые стоят перед молодежной сферой. Один из них – мотивация. Он приходит в его организацию, ему сложно даже такое принять, что он будет напрямую с руководителем общаться. А когда он участвует в таких мероприятиях, организует что-то, естественно, ему уже становится в этом плане проще. И не только по работе, и вообще. То есть если руководитель говорит, если у вас инициатива, приходите, кабинет всегда открыт, человек может прийти, спокойно пообщаться. В финале самые активные, инициативные, нестандартные представители власти и сотрудники предприятий с корпоративной культурой. В течение дня их ждала персональная презентация, оценка профессиональных и личностных качеств. Работа в команде и в одиночку. По общей картине жюри выбирают победителя. Однако победа, говорят конкурсанты, для них не главное. Так, одни отмечают корпоративная культура, положительно влияет на саму работу. Другие гордятся, что проекты воплощает молодежь. Например, подопечные Ольги Сапелкиной из Бурлинского района своими руками сделали детскую площадку. Молодежь сельская. Они очень добрые, толерантные, отзывчивые. И они не готовы куда-то на пролом. Их нужно повезти, им нужно показать, им нужно помочь. И к новостям спорта. В Барнауле завершился второй тур чемпионата России по мини-футболу. Местный АЛТ-политех принимал команды из Новосибирска, Челябинска и Самары. Как прошли встречи, расскажет Дмитрий Дроздов. Поддержка болельщиков друг к другу и боевой настрой на игру. Все это было на домашнем туре чемпионата России у АЛТ-политеха по мини-футболу. А так как хозяева начали за здравие, а вот закончили двумя поражениями. В первом домашнем матче барнаульцы обыграли Сигму из Копейска 6-1. С хорошим настроем вышли и на матч с Южным Уралом. Но гости переиграли нашу команду 5-4. Сказать особо нечего. В первую очередь, наверное, извиниться перед болельщиками. Потому что нельзя с таким настроением, с таким настроем на матч вообще в принципе выходить. У нас есть потенциал. Нам надо просто продолжать работать, верить в то, что мы делаем. И результат рано или поздно в любом случае придет. Победный результат ждали в третьем домашнем матче против самарской команды. Причем гости прошлые свои две игры проиграли. Но на практике вышло все по-другому. Самарцы с первых минут выглядели бодро и интереснее на площадке. Быстрый пропущенный гол выбил АЛТ-политех из Калии. Спустя несколько минут самарцы отправляют еще один гол в ворота АЛТ-политеха. Перерыв на пользу хозяевам не пошел и пересчетчик 4-0. Барнаульцы забыли про защиту и, кажется, пошли ва-банк. Но, повторюсь, на практике вышло все по-другому. В наши ворота влетели еще три мяча. Я думаю, просто маленького футбольного фарта не хватило. Им где-то чуть-чуть больше везло в завершающей стадии. У нас маленький мяч не шел в ворота. Долго раскачивались сегодня. Забили только в концовке при помощи пятого. В конце матча в списке забивающих ворвался и вратарь гостей Виктор Оревкин. Галкипер сделал дубль, дважды поразив пустые ворота барнаульцев. Честно, еще как бы не осознал. Ну, попал-попал. То есть, как говорят, слава богу, в нужный момент. Честно говоря, этот элемент у меня очень плохо шел. Вот. В тренировочном процессе, действительно, то есть мы когда отрабатывали эти эпизоды, я не попадал ни разу. В концовке матча Алт-Поличек все-таки два мяча забил, но было уже слишком поздно. Фрегат под названием «Победа» отправляется в Самару. Итоговый счет 2-7 не в нашу пользу. Пока барнаульцев ждет небольшой перерыв для работы над ошибками. И в скором матч в Кубке России. Правда, дата встречи еще не определена из-за сложной эпидемиологической обстановки. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А у меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Далее узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.